Музыка Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах. Тут и к бабке не ходи. С детства нас учат не загадывать и не гадать на кофейной гуще. Потому что в России аннушки разливают масло, а значит от судьбы не ускользнешь. Но что если с судьбой можно договориться? В Китае в это не просто верят, а регулярно практикуют. Рычаги управления грядущим появились здесь задолго до нашей эры и кажутся исправны по сей день. Заглянуть в собственное будущее хоть одним глазком страшно, но так заманчиво. Дано ли простому человеку просчитать свою судьбу и научиться контролировать перемены в собственной жизни? Магия или математика? Китаевед и переводчик древних магических текстов Поднебесный Бронислав Виногродский научит нас, как спросить с самой судьбы. Магия или математик? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В России подавляющее большинство людей, которые приходят с очень конкретным вопросом, абсолютно не способны задать вопрос. Боятся? Я не знаю, потому как-то, как-то... Если ты сформулировал, тебе деваться некуда, ты стоишь перед ответственностью, этот вопрос решать, да? А вопросов там, их так немного реально беспокоящих современного человека. Это деньги, это дети, это женится-не женится, бросит-не бросит, это есть у него другая или другая... И всё. По-честному вставляет только это. И хочется знать только это. Как он с ней гадиной, вот это вот без меня, что он делал, понимаете? Вот это вопросы, которые интересуются. За это люди готовы платить деньги. А вот это вот, что означает эта ситуация в моей жизни? Значит ли это, что это переход на другой уровень? Да, вообще никого не интересует. Но ханжество никуда не денешься. В нас во всех оно есть. Мы пытаемся представиться с существами полувысоко, сверхнедодуховными. Так что мы даже иногда сами верим, что нас интересует больше. Не вот это вот, не на десятку нам больше заплатят, а вот это музыкосфер. Бронислав Брониславович, существует мнение, что мастерство чтения будущего у китайцев в крови, что эта нация просто первая в умении предвидеть будущее. Так ли это? Похоже на то, потому что с древних времён человек, который был на службу императора, мудрец любого рода, он должен был уметь видеть то, что сейчас должны видеть только экстрасенсы. То есть он должен был различать разные типы свечения, головокруг предметов, ауры. То есть это ци называлось, вот это понятие ци, воздух. Вот, по-видимому, человек настолько устроен с большим запасом возможностей, что если у него есть техника, то он способен видеть гораздо больше вещей в том, что он и так видит, различать способен. И поэтому умение гадать, это, конечно, была всегда наука, это была способность суань, делать расчёты. По-китайски гадать есть довольно большое количество понятий и терминов, определяющий. Вот современный термин – это или суань-мин. Мин – это судьба, а суань – это считать. Или суань-гуа. Гуа – это знак книги перемен. Книга перемен являлась в течение огромного количества лет универсальным семантическим декодером, темпоральным, во времени имеется в виду, что она давала возможность анализировать знаковые системы во времени, давая, собственно, прогноз, даётся же не тому, что случится с предметом, а как изменится ценностная шкала существования этого предмета во времени. Потому что сами по себе предметы ничего не означают без того значения, которое им придаётся человеком, по сути дела. И поэтому предмет – это всегда предмет твоего внимания, это всегда предмет сознания, это всегда предмет переживания, предмет чувства, предмет воздыхания. Это то, к чему предмет – это очень интересное слово и в русском языке. Это то, что передмечено, то, что отмечено, то, что замечено. А мета означает в данном случае ментал, то есть это единица ума как такового. Ну вот в нашей стране, например, считается, что гадание – это магия, это что-то чёрное, это что-то, что обязательно выйдет боком ещё тебе, потому что это заигрывание с судьбой. В Китае получается абсолютно другое отношение и к процессу, и к самой судьбе. Вот от чего такая разница? Суть христианской традиции, ведь она и заключается в том, что будьте готовы, что в любой момент произойдёт думсдей, да, собственно, день судьбы. Что здесь считать? То есть если ты начинаешь считать, следовательно, ты отрицаешь, что ты не веришь в истинные базовые постулаты, ценностные системы. Вообще все аврамические религии, они так называют эсхатологические. Это имеется в виду, что у них есть учение о конце света. То есть это ожидание Машиаха, которое придёт, и время кончится. Тогда как китайская традиция, вот эта вот светская, она никогда не была под влиянием религиозным. Дело в том, что вот даосизм, он по сути по своей, он очень телесный. Здесь ещё какая тема? Опять аврамическая традиция полностью отрицает телесность как таковую. Значит, поэтому не сохранилась медицины целостной, да, она потом образовалась на смеси арабской, каких-то там, каких-то верований, вот это науки и так далее, и заново придумывалась. Тогда как медицины восточные, это тибетская, китайская и аюрведа, индийская, да, это целостные способы описания существования организма. Они используют тело как основное мерило и критерий всех природных процессов, происходящих в этом мире, и не случайно. Это как бы это базовое отличие как таковое. А в теле все процессы цикличные, по сути дела, абсолютно. Всё воспроизводится с разным шагом, начиная там от сердцебиения, систелы и диастолы, там от мига, когда ты моргаешь глазками, у тебя сменяется картинка, свет и тьма. И когда в основе лежит вот это вот ощущение, переживание, правильное тело, тогда по-другому ты совершенно видишь мир. И мир ты тогда видишь, что он ритмичен, и не надо бояться никакого конца света. Делай своё дело, конечно, время не остановится. Потому что это очень сильно демотивирует вся эта история. Если вот надо всё время ждать, что сейчас вот закроется лавочка, и надо будет держать ответ за всё то, что не доделал. Мне это не нравится история, поэтому я вот предпочитаю думать о том, что я буду жить вечно, если сильно постараюсь. Если буду себя хорошо вести, то мне продлят срок заключения. Как сегодня гадают в Китае? Что изменилось за века и тысячелетия? Плохо гадают. В Китае гадают сейчас гораздо хуже, чем раньше. Это связано, несомненно, с отрицательным влиянием идеологии. Потому что, с одной стороны, пришёл Запад, который очень сильно там поработал с тем, чтобы разрушать традиционную систему ценностей. И все знают, что первая очередь на Красной площади в Гуми за Армани, за джинсами из китайцев. И все они едут покупать бренды, и все они хотят бренды, все они хотят западного образа жизни, они хотят западного антиквариата, они хотят пить западное вино, красное и так далее. И там же первыми носителями западной идеологии были монахи и иезуиты, проповедники, миссионеры. Иезуиты, потом протестанты, которые очень сильно боролись за то, чтобы доказать китайцам, что их бог сильнее, что идеология их сильнее и мощнее, что вот на Западе у нас существует такая наука, которая способна творить чудеса, а у вас там чего-то, значит, всё больше разговора. И добились, в общем, достаточно больших успехов. Другое дело, что в самом Китае около всех монастырей, около культовых сооружений появилось огромное количество лавочек, которые, значит, это так традиционно было всегда, около монастырей, где там собирались люди, всегда сидели вот эти вот гадатели, некоторые там на полу на картонке что-то делали, значит. А потом появилось много лавочек таких, в Гонконге их сейчас много, и в Китае тоже их сейчас много. Но вот, например, какое-то время тому я назад приезжал и увидел много табличек около этих лавочек, что не надо верить, типа, там, всем, что много существует обмана, там, будьте осторожны, там, вот и так далее. Но, тем не менее, несомненно, практически все рассказывают эти китайцы, как вот эти вот высокие руководители сами пользуются услугами гадателей. Если говорить о книге «Перемен», сегодня это скорее памятник китайской философии или прикладной инструмент для управления, собственно, судьбой? Условно мы просто постигаем китайскую мудрость или узнаем самих себя? Книга «Перемен» — это, несомненно, прикладной инструмент. Здесь надо понимать, что главная функция была отнюдь не угадывать, девочка тебя полюбит или нет, значит, удастся ли у вас брак, родятся ли дети. Это вторичные функции. Книга «Перемен» в течение многих тысяч лет существовала в качестве основного учебного пособия методологии по воспитанию управленческого мышления. Это мимоходом его была основная функция. Раньше же невозможно было стать чиновником в Китае, да, если книга «Перемен» не была изучена? Нельзя было... Система экзаменов вообще как таковая, где книга «Перемен» была первым текстом, из Ван Цинджишоу ее называли, он главный из 10 тысяч книг был. Собственно говоря, что делает правильный чиновник, управленец вообще как таковое? То есть я почему и говорю, что книга «Перемен» — это главный учебник по воспитанию управленческого мышления. Он видит проблему, он ее анализирует, он ее описывает, он дает прогноз и дает пути решения. Собственно, он ее должен определить. И очень часто определить проблему очень сложно. А здесь, когда действительно это жизнь, когда судьбы человеческие на кону стоят, вот здесь вот очень непросто. И книга «Перемен» учила тебя изначально правильно выделять, правильно находить, правильно вычеренять, правильно анализировать и придумывать какие-то правильные действия. И книга «Перемен» всегда была первой. И, конечно же, если ты не сдавал экзамены, то ты не мог занять ни одной должности в управленческой иерархии поднебесной. Книга «Перемены» в настоящее время для многих очень людей остается вот таким вот конкретным учебным пособием для того, чтобы научиться правильно воспринимать мир и доверять. Есть в книге «Перемены», кстати, термин доверие, он невероятно важный. Это такая единица очень важная бытия. Способность доверять человеку другому, быть в доверии, сохранять это доверие, несмотря на все предлагаемые варианты, всех подозревать и во всем сомневаться. Тем не менее, способность доверять, она делает что-то с миром. Если ты способен доверять этому бытию как таковому, да, бытие меняется. Оно отвечает взаимности. Ну, как-то оно по-другому реагирует, по-другому ведется игра. Но все-таки работать с книгой «Перемен» может любой вдумчивый человек. Вообще есть какие-то такие правила, которые обязательно соблюдать? Я читала, что нельзя переспрашивать один и тот же вопрос несколько раз. Или это все? Нет, 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 это правда. Ну, имеется в виду, ну, это же все называется в пользу бедных. Работа такая, то есть инвалидов умственного труда. А имеется в виду, что, конечно же, обычный человек, у него не очень хорошо получается быть в правильном настрое, спокойном. Для того, чтобы работать с этой самой книгой «Перемен», нужно быть в спокойном и ясном состоянии духа. Если ты способен хранить вот это ясное и спокойное состояние духа, тогда ты можешь что-то там увидеть. Ты когда выбрасываешь знак, значит, то у тебя вот этот знак выпадает. Но ты же маленький простой человек, у тебя очень много личностных предпочтений. Тебе вроде деньги нужны, а тебе сказали, что денег не будет. Ты так, значит, вот это можно прочитать, что вроде деньги-то будут. И это так удивительным образом, ты себя способен обманывать. Ну, это и по жизни. У меня есть одна из задумок написать технологию 36 стратегиям самообмана. Понимаете? Каким образом мы себя лично хитроумными, изощренными способами вводим в это состояние заблуждения, самообольщения, самообмана. Вот это вот интересная вещь. То есть истина, она вообще не интересна как такова. Истина, что она? Истина, истина. Вот она вот есть. Она же от слова есть, истина такая, да? Ну, вот есть она и всё. А вот самообман, он невероятно интересен и изощрён вот с этими подменами, потому что появляется игра. Книга перемен, это, конечно, высший инструмент игры. Не зря же, значит, этот волшебный, чудесный Герман Гесса, значит, родители которого были, кстати говоря, востоковеды, и он вырос во всём этом, написал книжку Glass Beats Games, как там игра стеклянных бус, игра в бисер, да, как таковую, где в основе лежит концепция книги «Переменка». Но игра, она же появляется только тогда, когда ты можешь держать состояние игры. А ты можешь быть в состоянии игры, когда тебе вообще проигрывать нечего, правильно? Потому что когда тебе есть что проиграть, уже всё. Вот опять же в моём любимом Джонсе говорится, что если типа там ставка идёт на глиняный кусочек черепицы, то ты спокойный такой, а когда поставили миллион баксов, вот почему-то как-то как раз маленько зажимает большинство людей, так сложно уже держать сохранение, что ты сейчас нажмёшь на ту кнопку, и опа, и он твой, да, как таковой. Поэтому состояние игры – это состояние лёгкости, как таковой, но выигрывает обычно тот, кто эту лёгкость держит, потому что правильно проиграть – это тоже выиграть. Правда ли, что к книге нельзя обращаться со злыми умыслами, что в этом она не помощник? Опять, я хочу сказать, мне кажется, это фуфло, потому что на самом деле у обычного человека вообще кроме злых умыслов вообще ни хрена нет. Почему это? Ну, потому что мы такие жалкие на самом деле, и, в общем, дрожим за свою собственную шкуру. И так редко мы на самом деле, мой любимый Сократ говорил в каком-то из диалогов, добрым стать легко, быть им невозможно. Удержать состояние доброты и быть в состоянии доброты – это невероятно мало кому дано. Я ещё раз говорю, беспокоит всё время вот эта вот сука-любовь, разлучница, гад-начальник, который, ну и так далее. Ну, простые вещи, я не знаю. В них добра-то особого нет. Ну, обычный человек, как говорят в Китае, я люблю невероятно эту поговорку, для простого народа еда – это небо. Небо – это еда. То есть, народ хочет кушать. Мы всё время хотим кушать желательно вкусно. Ну, как-то это так просто и реально. Это такой мотиватор, это такой драйв сильный, я не знаю, для того, чтобы что-то делать, да, как таково до какого-то момента. Поэтому, и поэтому помыслы-то у нас в основном не очень добрые все. Но другое дело, что мы стараемся быть добрыми. Другое дело, что у нас есть тяга к добру. Мы, в общем-то, догадываемся какой-то второй частью своего бытия, доброй частью своего бытия, чтобы добрым в длинной, в оконцовке быть выгодней, по сути дела. И мы пытаемся притворяться по-честному с собой, что мы добрыми. Иногда даже добрые поступки делаем. По два поступка бывает в день добрых делаешь. Очень круто, записываешь себе, потом хвастаешься еще полгода этими двумя поступками, так скромно, очень так потупив взор. Я, знаете, доброе дело сделал. Поэтому со злыми умыслами, с какими тебе надо, с теми и обращайся. Главное, спрашивай, интересуйся и наблюдай, как твое настоящее превращается в будущее. Наблюдай, как не сбывается множество твоих прогнозов. Пытайся понять, почему не сбываются твои прогнозы. Почему? Но почему все время получается не так, как я задумывал? Вы меня темой добра и зла зацепили. А как чистить-то свой организм от этих злых помыслов? Я человек физический. Я за то, чтобы чиститься физически. То есть, если ты хочешь почистить, иди поработай, я не знаю, погрузи. Ну, хотя бы вот это вот понагибайся, поразгибайся, я не знаю, растяжку поделай. Как только у тебя мысли дурные возникают, глупые какие-то, вот что-нибудь напрягись маленькое. Я вот за эти чистки такие. Йогу там какой-нибудь, цигун поделай. Меня очень часто спрашивают, что делает цигун. Он дает возможность оздоровиться. Я говорю, цигун дает возможность тебе научиться создавать внутри инструменты самопознания. Тебе больше ничего не дает. Потому что, конечно, высшая цель этого бытия и высшая ценность – это самопознание. Или в каком-то моменту ты сдаешься и говоришь, хрен с ним, лишь бы дотянуть до концентрации. Вот это вот деток выучить, а там мне тоже ничего не надо. Ну и так вот, как-то так. Или ты идешь по этому пути как можно дольше. Когда ты понимаешь, что мою прабабушку, когда я была 114 лет, она пришла за 10 верст, приплыла на лодке к моей маме и сказала, «Иришка, приходи завтра, я буду помирать». Вернулась, легла, оделась, переоделась, легла в группу, умерла. Вот очень хочется как-то так правильно пройти трассу, чтобы сделать правильные действия в конце. Посреди немало чего стучается, всякая фигня, обольщающая нас по ходу дела. А вот в конце правильно сделать этот выдох – это то, про что книга переменна. Она про обычные чувства, потому что ты живешь, тебя все время куда-то тянет. У меня есть такое стихотворение, прекрасное стихотворение, самое простое стихотворение, которое было написано. Оно звучит следующим образом. Как тебя зовут? Кто тебя зовет? Куда тебя зовут? Зачем тебя зовут? А каждый раз, когда кто-то называет твое имя – Таня, в тебе есть какое-то движение. Ты куда-то, где-то перемещаешься. Более того, за эту единицу времени проходит единица времени. И вообще с миром могут быть другие отношения. У Джоанзе, моего любимого, значит, есть такой текст, что когда ловят рыбу, могут делать плеские селки из травы. Значит, когда рыба поймана, о селках этих забывать, потому что у них нет никакой ценности. Когда ловят смысл, используют слова. Когда смысл пойман, слова тебе уже не нужны. Где мне найти того человека, который забыл все слова, чтобы с ним поговорить? А вы обращаетесь к книге не только в исследовательских целях, а вот в таких вот корыстных, отличных? Да, да, нет, я гадаю, я гадаю, я вообще все время гадаю. Какие вопросы задаете? То про любовь только. Ну и деньги немножко. Про любовь и деньги. Даст, не даст, я не знаю это. Что книга отвечает? Успокойся, все у тебя будет хорошо, говорит мне книга. Я говорю, более того, я все время могу подтасовать в свою сторону. Сам себе написал, сам себе гадаю, просто о, нормально в нем все будет, еще идешь весело такой. А есть звезды, знаменитости, которые известные политики в мировой практике, которые не скрывают, что пользуются книгой, получают там ответы? Я особенно не знаю, но здесь надо же понимать, что я этот авантюрист, я вот Давича заслал в подарок Си Дзиньпину, значит, этот перевод, и Владимиру Владимировичу мне пообещали отдать его. Вы не поверите, я в 1985 году, боже мой, как давно это было, написал письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву. На бумажке, еще компьютера у меня тогда не было в 1985 году, у меня, наверное, в 1987 появился первый компьютер, с которым я ему написал, что вот Михаил Сергеевич, вот получили власть, вот что-то поменялось, сейчас надо заняться идеологией. Для того, чтобы заниматься идеологией, надо знать книгу «Перемен». Я вот изучаю книгу «Перемен», давайте как-то с вами повстречаемся, я вам расскажу, что делать. Ну, что, у него как-то не получилось со мной встретиться, слава богу, я так думаю, что я тогда был еще не готов. Я и сейчас, честно говоря, мне недавно, какое-то время тому назад, предложил один человек, который может познакомиться с первым нашим руководителем, я сказал, мне лучше не надо. Почему? Ну, в поле же первого лица попадают в основном с мотивацией получить доступ к каким-то ценностям, понимаете. Ценности эти большие, но очень опасные, они такие взрывчатые, поэтому я человек слабый, мы лучше в теньке постоим. Давайте с вами погадаем. Поскольку уж мы телевидение БРИКС, ТВ БРИКС, хотелось бы узнать о судьбе самого Альянса. Как будет развиваться БРИКС? Когда делаешь гадание, совершенно обязательно записать, отметить дату, потому что знак все время находится во времени. И его от времени надо его и... 6, 6, 3. Я запомнил. Мау! Я люблю. Значит, смотрите, все у меня было. Первое, второе, третье, твердое, пятое и шестое. Вот получился знак. Большое накопление, 26-й знак. Дадж-ху. Так, есть еще внутренний знак. Это так вот будет. Есть производный знак, третий знак. Это будет дуй и джэнь-суя. Так, это будет раз, два, три, четыре, пять. А это будет ли... Нет, сильно, это будет джэжэнь. Человек в семье. Джэжэнь. Так, сейчас мы посмотрим. Дадж-ху как раз и говорит о том, что, собственно, его можно перейти как большое будущее у Брикса. То есть это накопление большой силы. И здесь большое накопление ценность верности. Не от семьи, кормящей счастья, а ценность перехода в большой поток. Через большой поток верности. То есть имеется в виду, что ценность у этого союза, как такового Брикса, заключается в том, чтобы не уйти от изначально поставленных тех идеалов. Даже если они, пусть они были не совсем искренне высказаны, но тогда будет ценность в ситуации большого накопления. Накопление большой силы. Значит, девятка, третья, девятка, вторая. Отваливается ось у колесницы в равновесии и отсутствии неприятностей. Есть опасность потери оси, как таковой, вот этой центральной оси, которая везет. Ну, потому что всегда существует соблазн зацепиться за вот эти транзитеры, за приходящие какие-то штуки, выгоды маленькие, как таковые. То есть в Бриксе нельзя ни в коем случае терять основу вот эту вот, куда едем и зачем едем. Ну, Брикс – это же инструмент, это некая такая повозка, колесница, на которой там некое образование едет. И, значит, шестерка, пятая, она говорит о том, что клыки выхолочены во вепре к счастью, значит. И эта тема мощи, с одной стороны, с другой стороны, способности сдерживать свою вот эту вот похоть. То есть способность хранить при наличии силы, быть способным сдерживать свои вот эти вот желания неправильные, это приносит счастье. Вы научились управлять своей судьбой? Как Вы считаете? Научился ее управлять? Мне кажется, я, наконец, перестал вот это вот, сувать руки в этот станок. Понимаете? То есть столько раз оторвало уже из-за этого управления. Поэтому мне кажется, что я вот, наконец, перестал туда суваться и думаю, да пусть она сама складывается. Вот этот творец Вселенной, он лучше знает, чем мне надо. Но есть некая такая точка зрения, что, может, это и есть научиться управлять своей судьбой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!